Здравствуйте, дорогие друзья! Мы сегодня с вами обсудим тему, которая касается, наверное, буквально всех, кому за 60. Ну, такие буквы, такая аббревиатура, как ИБС, известна многим. Что же это такое? В расшифровке это ишемическая болезнь сердца. Ишемическая болезнь сердца – это не значит, что сам миокард, то есть сама толща сердца, чем-то поражена. Или, например, изменены клапаны. Нет. Проблема кроется в сосудах, которые питают сердце. И, соответственно, ишемическая болезнь сердца представляет собой голод сердца, которому не додают кислорода, которому не додают, скажем так, крови. Поэтому эта проблема становится не только сугубо как бы кардиотерапевтической. Эту проблему теперь решают кардиологи вместе с кардиохирургами. Поскольку помочь восстановить проходимость коронарных сосудов, конечно, с помощью таблеток невозможно. И здесь нужен подход такой совместный, усилие двух врачей. Ну и помочь разобраться в этой проблеме, дать советы, рассказать, как все это происходит на уровне именно такой, что ли, кардиохирургической помощи, нам поможет кандидат медицинских наук Зитинков Алексей Владимирович. Здравствуйте, Алексей Владимирович. Добрый вечер, Оксана Михайловна. Давайте мы с вами поговорим об этом заболевании ишемической болезни сердца. Таких пациентов становится все больше. Ну, я не знаю, и женщины, и мужчины раньше считали, что это не женская проблема. Теперь оказывается, что в постменопаузальный период сравнивается смертность и у мужчин, и у женщин. То есть ишемическая болезни сердца. Раньше ее называли, ее называли энджайна пекторис, да, то есть грудная жаба. Вот почему? Что это за жаба, за такая? Почему это называют жабой? Я думаю, что это связано с тем, как пациенты описывали клиническую симптоматику этого заболевания. То есть они чувствовали тяжесть, тяжесть за грудиной, как будто что-то давят на них. И при этом еще интересный момент. У таких пациентов во время приступа возникает такой, может быть, неосознанный страх, такой, можно даже сказать, ужас. Поэтому приходят такие мрачные ассоциации в голову. Страх смерти прямо во всех учебниках. А как будто им кажется, что на них на груди сидит жаба и душит их. Соответственно, именно с таким клиническим проявлением, я думаю, связано такое образное название. Вот. Типичная клиническая картина ишемической болезни сердца, ИБС, она примерно как раз именно так и выглядит. Это давящие, сжимающие боли за грудиной. Как правило, они возникают при физической нагрузке или при эмоциональном стрессе. Вот. Это очень важный момент. То есть боли не возникают просто так, на пустом месте. Ну, то есть сидя, скажем так, они должны возникнуть, ну, реже, да? Вот, например, сидя, лёжа, всё-таки это надо... Да, обязательно нужен какой-то провоцирующий момент. То есть, потому что дело в том, что ИБС действительно достаточно распространённое заболевание, но, опять же, и не нужно забывать о том, что есть много других болезней, которые могут симулировать картину ИБС. Поэтому, когда мы проводим диагностику, вот, врач у пациента, пациент сам анализирует свои ощущения и думает, что это с ним такое. Вот. Нужно чётко определять вот эти вот главные признаки стенокардии, вот, грудной жабы. Вот. Поэтому одно из очень важных условий – это именно триггер, то есть фактор, который вызывает это. Вот. И ещё одно важное диагностическое такое показатель – это то, что, ну, все пациенты пользуются какими-то таблетками, разумеется. Вот. Многие по предписанию врача, многие пользуются просто потому, что им посоветовала соседка или кто-то из друзей. Вот. Очень важный фактор – то, что при таких болях эффективен нитроглицерин. Вот. Это один из важнейших диагностических показателей. Вот. Поэтому, если, уважаемые зрители, вы принимаете нитроглицерин, и он вам помогает, это повод задуматься очень серьёзно в своём здоровье и обратиться к врачу. Ну, что ж. Вот, мне кажется, первый блок, который мы должны резюмировать, дорогие друзья, поскольку, как правильно сказал, справедливо отметил Алексей Владимирович, ишемическая болезнь сердца – это обоснованная тревога и врача, и пациента. Давайте, сейчас я призываю к экрану тех, кто когда-либо в жизни испытывал боль за грудиной. Итак, на какие характеристики вам надо обратить внимание? Первое. Это локализация боли. При ишемической болезни сердца не очень хороша или более характерна загрудинная локализация боли. Это боль, как плита, как некоторое давящее чувство. Она не должна быть или не может быть точечной. Второе. Это продолжительность боли. Длительная боль в течение дня, в течение двух дней или в течение даже нескольких часов не характерна для ишемической болезни сердца. Для неё характерны периоды увеличения боли и периоды светлые. То есть такой приступообразный характер боли, который длится порядка, ну не более 20 минут. Если боль длится более 20 минут ишемического генеза, мы думаем об инфаркте миокарда. Третье. Это иррадиация боли. Чаще всего боль при ишемической болезни сердца иррадиирует в левую руку и лопатку. Но нам сегодня Алексей Владимирович скажет, что это не всегда так. Но тем не менее. И четвёртое. Факторы, провоцирующие боль. Физическая или эмоциональная нагрузка. И, наконец, пятое, последнее. Факторы, которые облегчают боль. Если боль уменьшается при приёме нитроглицерина или препаратов ДПО нитроглицерина, ну любые нитраты, так мы их называем, это опять же повод задуматься об ишемии миокарда. Вопрос такой. Опять вопрос, как не допустить. Всё направлено на профилактику. С какого времени надо вообще заботиться об этом? Важна ли наследственность? Стоит ли узнавать, что там у папы, у мамы, у бабушки, дедушки? Факторы риска. Ну, безусловно, факторы риска здесь существуют, и их достаточно много. Конечно, главную роль играют такие факторы, как возраст. Как мы уже говорили, пациент старше 60-ти находится в группе риска. Обязательно какие-то изменения коронарных артерий будут. Другое дело, что не всегда они будут сильно выражены. Кроме того, ещё важным фактором риска является мужской пол. Действительно, мужчины страдают ишемической болезнью сердца гораздо чаще, чем женщины. Но в последнее время соотношение немножко выравнивается. Женщины догоняют мужчин по этому показателю. Наверное, курить стали больше, да, женщины? Возможно, да. Это связано со следующим фактором риска. Курение. Очень важный фактор. Риск практически огромного количества заболеваний. Не только ишемической болезни сердца. Гипертония, другие какие-то нарушения. Соответственно, повышение артериального давления тоже очень важный фактор. Риск развития ишемической болезни сердца. Повышение артериального давления может приводить к гипертрофии сердечной мышцы. Соответственно, увеличение объёма сердечной мышцы увеличивает потребность кислородия. То есть здесь ишемическая болезнь сердца возникает уже не только из-за того, что слишком мало крови притекает по поражённым артериям, но и из-за того, что слишком много миокарда на всю массу крови уже не хватает. Толстый сердце, ему надо больше питания, чем обычно. Совершенно верно. Больше питания, чем обычно. Другие факторы риска, безусловно, это нарушение обмена холестерина, повышение уровня холестерина. Соответственно, диета очень важна для профилактики ИБС. Ну и, конечно, наследственность, безусловно, играет свою роль. Очень часто можно встретить пациентов, у которых ближайшие родственники страдают ишемической болезнью сердца. И можно проследить эту наследственность достаточно далеко. Если, к примеру, у пациента, который курит, у которого есть сахарный диабет, есть два фактора риска. У пациента, который курит сахарный диабет, плюс ещё плохая наследственность, если так выражаться таким языком, у него больше факторов риска. Соответственно, шанс того, что разовьётся это заболевание, он больше. Ну вот всё-таки эксперты, мне кажется, нам дают, что плохая наследственность это какое-либо сердечно-сосудистое заболевание у мамы или родственника по женской линии до 65 лет, а у папы и мужского возраста, мужского пола, это до 55 лет. То есть вот вопрос в чём? Ну до 55 лет появилась, например, гипертония и появились боли в сердце. Это ясно, что плохо отразится на пробанде. Это называется тот человек, которого мы, собственно говоря, обследуем. А если всё то же самое, но появилось, я говорю, позже, в 70 лет, в 75, будем ли мы относить с вами как врачи это к плохой наследственности или не будем? Ну я думаю, что в этом возрасте действительно повышенный риск заболевания вне зависимости от наследственности. Поэтому определить, почему человек заболел ишемической болезнью сердца в 75, я думаю, что наследственность здесь будет явно не на первых. Да. То есть всё-таки вот молодой возраст у родственников, да, это вот именно, я имею в виду сердечно-сосудистая патология в молодом возрасте. Ну да, просто дело в том, что такие заболевания, как ИБС, у него есть определённые какие-то возрастные границы, в течение которых чаще всего оно появляется. Поэтому если есть какие-то выраженные отклонения, вот это повод уже говорить о каких-то проблемах, может быть, с наследственностью. Конечно, от 50, 55 и выше, в принципе, это укладывается в нормальное распределение. То, что раньше, это из этого распределения выбивается. Соответственно, повод задуматься. Мы обещали нашим зрителям, Алексею Владимировичу, рассказать о том, что не только боль в сердце может служить проявлением ИБС. То есть это такое очень многоликое заболевание, которое иногда маскируется. Вот какие вам случаи в практике встречались, какие формы ИБС вы видели? Ну, действительно, болевой синдром при ИБС, он очень вариативен. Соответственно, и диагностика иногда затруднительная, потому что всё-таки, безусловно, боль – это первый симптом, и самый главный, на который ориентируется врач. Интересные случаи были, когда у пациента радиация боли, то есть отражение боли происходило в челюсть. То есть в левую челюсть он звал стоматолога активно. То есть, соответственно, пациент совершенно никак не связывал эту боль с болью в области сердца. Ещё очень сложными для диагностики могут быть случаи, когда боли радируют в брюшную полость. Соответственно, в брюшной полости… Как бы в эпигастре, да? Да, в эпигастре, да, может быть, даже правое подреберье. Да. Соответственно, здесь причин, которые могут привести к развитию такой боли, их очень много. Это и проблемы с желчным пузырём, желчная колика, и рефлюкс изофагит, если мы говорим об эпигастре. Конечно, диагностика сильно затрудняется. И иногда проходит достаточно много времени, прежде чем пациент, ну и врач, они задумаются о том, что эта боль связана с сердцем. И даже может дойти дело до инфаркта миокардинаверного. Да, безусловно, да. И такие боли иногда приводят к инфаркту миокарда, и болит у пациента довольно долго. И, как выясняется, что пациент потом даже не заметил, что, собственно, у него был инфаркт. Вот он грешил на желчный пузырь, на травление, что-то другое. А в итоге потом он приходит в поликлинику на какой-то профилактический осмотр, ему снимает их ЭКГ, и выясняется, что у него был инфаркт. Потом, когда начинаешь пациента расспрашивать, то он вспоминает такой случай, такую длительную боль. Но никому не пришло в голову, что это связано с сердцем. Поэтому это заболевание достаточно коварное и достаточно часто очень сложное для диагностики. Самое главное, что это заболевание, в общем-то, с плохим прогнозом. Ведь впервые возникшая стенокардия, мы ее относим к так называемой нестабильной стенокардии. Это повод поместить, то есть она может идти как угодно, то есть может даже закончиться смертельным исходом, и это повод для нахождения пациента в отделении интенсивной терапии. Безусловно, да. Почему? Вот загляните вместе с нами внутрь этой коронарной артерии. То есть чем отличается стабильная или, грубо говоря, хорошая стенокардия, с более хорошим прогнозом, хорошая не бывает стенокардия, так с более, и нестабильная, с плохим прогнозом? Это зависит от того, что приводит к развитию этой стенокардии, то есть что представляет из себя тросклеротическая бляшка, которая находится в сосуде, которая вызывает его сужение. А при стабильности стенокардии, как правило, это тросклеротические бляшки. Тут надо сказать пару слов, наверное, о том, что представляет из себя. Тросклеротическая бляшка – это скопление липидов холестерина, которое достаточно долгое время развивается. Сначала это просто пятно, скопление холестерина на сосуде, которое никак не влияет на его просвет. То есть оно не выдается, может быть, даже за поверхность сосуда. Постепенно в этой области откладывается холестерин, там происходит воспаление, там работают все эти клетки воспаления, макрофаги, лимфоциты, и эта бляшка потихоньку растет. А вот здесь и очень важный момент, как она растет. То есть у этой бляшки есть ядро липидное и есть покрышка. Поэтому консистенция ядра и покрышки имеет очень важное значение. Если это покрышка, которая покрывает липидное ядро, твердое, стабильное, то есть она состоит из… Толстая, да? Да, может быть, там есть отложение кальция, твердый холестерин. А это приводит к развитию стабильности на кардии. То есть просвет сосуду сузился, а пациент при какой-то физической нагрузке испытывает боль. Он, как правило, уже привыкает к этой боли. Он иногда даже знает заранее, что вот сейчас он побежал за автобусом, у него возникнет типичная боль, он выпьет нитроглицерин. То есть это ситуация, к которой пациент привык, которая существует уже много лет, может быть, даже. Он знает, как себя вести, может быть, даже лучше врача. Совершенно другая ситуация, если это покрышка, которая находится над липидным ядром, она истончается. Тут могут быть разные причины. Это воспаление, какие-то, может быть, механические воздействия, опять же, вазоконстрикция, что угодно может к этому привести. Достаточно много факторов, которые вызывают повреждения этой покрышки. Может быть, просто эрозия бляшки изнутри. Эта покрышка истончается. И с кровью соприкасается уже не твёрдая покрышка, а это мягкое липидное ядро. На этом липидном ядре начинает образовываться тромб. Поскольку наша кровь устроена так, что любая чужеродная поверхность вызывает образование тромба. Поскольку это необходимо для профилактики кровотечения, разумеется. Но в данном случае это отрицательный момент для пациента. Соответственно... То есть тромбоз. Тромбоз, да, развивается. Вот этой бляшки и нестабильность её покрышки – это плохо. Да, потому что в этот момент развивается тромб. Какого размера образуется тромб в итоге, сложно сказать. Он может просто образоваться на поверхности бляшки и, может быть, не очень значительно уменьшить просвет сосуда. Но он может пойти и по другому пути. То есть тромб будет развиваться, пока не закупорят полностью просвет сосудов. Именно поэтому какие-то изменения в течение стенокардии вызывают всегда очень большое беспокойство врача. Это значит, что сама структура бляшки тоже изменилась. Возможно, там в данный момент образуется тромб, который приведёт к закупорке артерии и к развитию инфаркта миокарда. На какие особенности клинического течения надо обратить им внимание, чтобы не пропустить этот период нестабильности? Потому что этот период нестабильности – повод 100% быть в стационаре. Вот на что? В принципе, это практически любые изменения в обычном течении этой болезни. Меньшая нагрузка, которая вызывает боль. Более интенсивная сама боль. Если пациент раньше принимал, например, одну таблетку нитратов или нитроглицерина, или депонированных препаратов, сейчас он принимает две. Это тоже повод задуматься. То есть все вот эти признаки, они, безусловно, очень серьёзный повод для беспокойства. Дело в том, что это не просто ухудшение. А чем закончится это ухудшение, сложно сказать. Может быть, ничего страшного не случится. Но может быть, на этой бляшке, которая вызывает ишемическую болезнь сердца, развивается тромбоз, и она приведёт к инфаркту миокарда. Это уже достаточно серьёзное осложнение, которое достаточно часто сопровождается очень неблагоприятным способом. То есть, дорогие друзья, если у тех, кто страдает ишемической болезнью сердца, первое, участились приступы стенокардии, то есть участились приступы болезагрудиной. Эти приступы стали более интенсивными. Эти приступы провоцируются какими не совсем привычными для вас факторами. Например, выход в холодную погоду на улицу. Или же, я даже не знаю, что, какое-то эмоциональное волнение, а раньше этого не было, вызывает приступ стенокардии. И, кроме того, отсутствие обычного эффекта от того, чем вы раньше купировали стенокардио, это повод для того, чтобы как минимум прийти к врачу и обязательно снять электрокардиограмму. И уже будет врач вам говорить, что дальше делать. Если врач настаивает на выписке, вернее, на госпитализации, ни в коем случае, знаете, как сейчас часто, всё, пишу, отказ, не могу, работаю, не надо этого делать, потому что последствия непредсказуемы. Положите здесь на знания и на интуицию врача, потому что, конечно, у реаниматологов интуиция очень серьёзная. Ну и у нас есть немножко времени поговорить, пользуясь тем, что вы сегодня с нами вместе, поговорить о том, чем сейчас располагает современная хирургия, то есть какие методы лечения могут наши пациенты получать. Ну, говоря о шимической болезни сердца, есть две основные группы хирургических методов лечения. Это или открытые операции по шунтированию, когда поражённое место в артерии, оно обходится другим шунтом, другой, так сказать, протезом артерии. Где берут этот протез? Это же сосуд должен быть? Да, это вены. Соответственно, их берут с ног подкожные вены на ногах. Соответственно, делается разрез в зависимости от количества шунтов. Это может быть один разрез, два разреза. Всё зависит от того, сколько артерии поражено и сколько артерии необходимо шунтировать. Соответственно, помимо раны на грудной клетке, у пациента будет ещё и раны на ногах. Соответственно, другой вариант шунтирования используют для шунта уже имеющуюся артерию. Вот можно сразу спросить, какой восстановительный период, то есть через сколько обычно при благоприятном течении пациента выписывают после аортокоронарного шунтирования? Ну, в принципе, это полторы-две недели. Ну, конечно, определённые ограничения после этой операции есть. То есть, например, учитывая, что пациент наложен швы на грудину, и пока она не стабилизируется, а это требует достаточно большого времени, там, около полугода и, может быть, даже больше, например, не рекомендуется спать на боку, водить машину тоже не рекомендуется. Соответственно, какие-то определённые ограничения, помимо вот этих, которых мы уже перечислили, они накладывают достаточно долговременно. То есть не только пациент выписался и всё, он может забыть об этом. Соответственно, говоря о шунтах, кроме вены используются артерии, это внутренняя грудная артерия. Артерия, которая в норме питает кровью грудину. То есть это один доступ? Уже разрезали грудную клетку, и вообще-то, наверное, лучше или нет? Ну, дело в том, что такая артерия, она одна доступна для шунтирования. Поэтому если нужно зашунтировать одну артерию, то этого достаточно. А если больше, то приходится в любом случае брать вены. Кроме того, сейчас очень развита забор лучевой артерии, например. На которой обычно щупают пульс. Слушайте, но она же очень узкая. Ну, в принципе, коронарные артерии, они диаметром 3-3,5 мм. А самые крупные достигают 4 мм. Но это достаточно редко. На них обычно не оперируют. Если брать эту артерию, почему же здесь будет кровоток-то осуществляться? По локтевой. А, по локтевой. То есть это рука не опухает при этом? Нет. По локтевой артерии через дугу поверхностную глубокую осуществляется эколтеральное кровообращение. Дело в том, что артериальные шунты, они обладают гораздо большим показателем, лучшим показателем проходимости в отдаленном периоде. То есть, если, например, риск развития тромбоза, венозного шунта, он достаточно высок, и в течение, там, как бы, приемлемые показатели проходимости сокращаются, сохраняются в течение, там, 5, может быть, чуть больше лет, то шунты из артерий, маммарной и лучевой артерии, они проходимы гораздо большее время, около 90% до 10 лет с этих шунтов работают. Соответственно, конечно, с этим связаны определенные неудобства, но это более эффективный способ в плане долговременных результатов. Но если говорить о втором методе, втором подходе к восстановлению просвета сосудов, это эндоваскулярное лечение, то есть когда просвет артерии восстанавливается из-за внутри просвета сосуда, то есть непосредственно по самой артерии проводятся инструменты, это баллоны, которые расширяют диаметр артерии проходимой, то устанавливаются стенды, такие металлические каркасы, которые сохраняют необходимый диаметр артерии. То есть они как бы расплющивают эту бляшку изнутри? Они прижимают бляшку, да, совершенно верно, они прижимают бляшку к стенкам артерии и устанавливают проходимый просвет. Вот это менее инвазивная операция, но, конечно, к сожалению, не всегда технически это можно осуществить, потому что если поражение артерии достаточно длинное, протяжённое, эти стенды делать нельзя. То есть, в принципе, решение о том, какой именно способ восстановления просвета сосудов делать, он принимается после того, как делается какое-то инвазивное исследование обычно, то есть не обязательно инвазивное, но исследование, которое показывает нам проходимость коронарных артерий. А в настоящее время есть две альтернативы. Это или КТ, коронарография, то есть компьютерная томография, которая обследует коронарные артерии, или инвазивная процедура, то есть коронарография, которая делается через прокол на обедренной или на той же лучевой артерии. Если кто-то сегодня узнал себя в тех портретах, которые нам обрисовал Алексей Владимирович, пожалуйста, не медлите. Как минимум, как я уже сказала, это электрокардиографическое исследование, это знание своего липидного спектра, и всё это делается под контролем врача. Не откладывайте на завтра заботу о своём здоровье. Берегите себя. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok